Музыка Первым делом, если ваши хомячки жили парой, то нужно отсадить самца в другую клетку. Второе. Нужно пересадить хомячиху в большой аквариум или террариум. Если нет возможности, то взять клетку размером 50 на 30 сантиметров, как клетка у нашей стрелочки, у которой поддон будет больше 5 сантиметров. Вот, смотрим. Здесь поддон 8 сантиметров. Ножки не считаются. Дальше. Если поддон меньше 5 сантиметров, то тогда нужно оградить клетку на высоте 5-7 сантиметров, чтобы хомячата, которые родятся, они будут очень маленькие и могут выпасть через прутья. Дальше положить в клетку опилки. Опилки должны быть обыкновенные, не гранулированные. Чтобы хомячихе было легче строить из них гнездо. Чтобы ей было мягче. Это самое главное. Дальше. Положить в клетку обыкновенную белую салфетку. Салфетка должна быть белая. Ни розовая, ни голубая, ни желтая. Никакая не цветная. Потому что после родов окровавленные салфетки хомячиха доедает. И обязательно салфетку нужно порвать. Так хомячихе будет легче делать гнездо. Положим хомячиху в клеточку. Она потом построит из этих салфеток гнездо. Смотрите, я только дала стрелке салфетку, а она уже делает из нее гнездо. Следующее. Убираем из домика всякие колесики, домики и лабиринты. Потому что они могут навредить малышам. Колесики и лабиринты могут навредить тем, что мама Хома будет отвлекаться на них. И в итоге перестанет кормить хомячат. Домики убираем, потому что на третий-четвертый день после родов хомячата уже не помещаются в домики. А те, которые выпали, мама их перестает кормить. Нужно кормить маму Хому за двоих. То есть ей давать в два раза больше еды. Потому что теперь она кормит не только себя, но еще и своих хомячат, которые сидят у нее в животике. Давать больше зелени, огурцов, помидоров, морковки и других овощей и фруктов по сезону. Обязательно каждый день нужно давать белок. Это может быть отварное куриное яичко. Только белок. Желток давать нельзя, потому что он очень жирный. Это может быть вареное куриное мяско. Нежирное и несоленое. Или обезжиренный творог. Если вы заранее знаете дату родов, то за пять дней до родов уберите в клетки. Это будет последняя уборка. Потому что когда родятся хомячата, еще две недели нельзя будет убирать в клетке. И вообще беспокоить маму с детьми. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Продолжение истории в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok